Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Константин Стёпин, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации. Ну а говорить мы будем о службе по контракту. Здравствуйте, Константин. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, насколько вообще популярна в России и среди рязанцев служба по контракту? Военно-служба по контракту очень популярна сейчас в Российской Федерации, также и среди граждан Рязани. Очень много людей к нам обращается с поступлением на военно-службу по контракту. Для этого гражданин просто может прийти к нам на пункт отбор, который находится по улице Фрунс, дом 27, и подать заявление. И мы при беседе с ним уточняем его желание, где он хочет проходить военно-службу по контракту, в какой местности, в каком городе, что для него предпочтительнее. И от этого отталкиваемся и подбираем ему конкретную воинскую должность. А вот на сегодняшний день в какие места можно отправиться для прохождения службы по контракту? В любой регион Российской Федерации может человек изъявить желание поступить на военно-службу по контракту от Калининграда до Владивостока. Ограничений по территориальным субъектам никаких нет у человека. Сам куда захотел, туда и будем отталкиваться. Конечно, будем отталкиваться от того, от вакантов воинских должностей, от его уровня профессиональной подготовки. Также, проходил ли он службу по призву или не проходил. Несколько есть критериев, от которых отталкиваемся при выборе конкретного места прохождения военнослужбы по контракту в вооруженных силах. А что касается каких-то мест, где на сегодняшний день ведутся военные действия, например, в Сирии, если человек изъявит желание попасть в горячую точку, это возможно или нет? Через нас это невозможно, потому что мы устраиваем человека конкретную воинскую часть. И уже от этой воинской части зависит, принимает она участие в боевых действиях, либо не принимает. Есть такие части, которые обеспечивают деятельность вооруженных сил. Есть подразделения, да, боевой готовности, которые непосредственно уже выезжают на все конфликты, которые связаны с защитой нашего государства. Очень много воинских частей, которые занимаются своими конкретными задачами. Скажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к человеку, который решил пройти службу по контракту? Есть ряд требований, которые определяются к гражданину, который изъявил желание служить в военную службу по контракту. Во-первых, это возраст. Гражданин должен быть в возрасте от 18 лет до 40. Также по уровню образования у него должно быть образование ниже среднего общего. Также по уровню физической подготовленности он должен быть физически подготовлен. При поступлении на военную службу по контракту он также сдает физические нормативы. Также по медицинским показателям он должен быть годен к военной службе, либо годен к военной службе с незначительными ограничениями. Также по показателям профессионального психологического отбора он тоже должен проходить требования. Вы говорите, что на сегодняшний день служба по контракту очень популярна среди граждан нашей страны. Как Вы считаете, с чем связана такая популярность? Ведь зачастую просто в армию ребята молодые идти не очень-то хотят. Это, во-первых, связано с тем, что в вооруженных силах стабильность. У нас ежемесячно выплачивается денежное удовольствие, конкретно с 10-го числа по 20-е числа месяца. Во-вторых, это полный социальный пакет военнослужащего и продовольственное обеспечение, и вещевое обеспечение, медицинское обеспечение. Также льготный пароезд есть, так сказать, воинские перевозки документы к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащих, проходящих военнослужбу за Уралом и на Дальнем Востоке, а также в районах Крайнего Севера. Также еще военнослужащий по контракту по месту службы обеспечивается служебным жильем. Например, если вы проживаете за пределами города Рязани, например, в Рязанской области, в городе Касимово, и будете проходить военнослужбу по контракту в городе Рязани, то вам будет обеспечено служебным жильем. Сейчас, на данный момент, наш Рязанский гарнизон считается самым обеспеченным по служебному жилью. У нас на Михайловском шоссе построен, так сказать, военный городок, где всем военнослужащим Рязанского гарнизона, который прописан не в городе Рязани, родом не из города Рязани, выдается служебные квартиры. Насколько обычно заключается контракт? Гражданин имеет право заключить контракт сроком на 2, либо на 3 года, первый контракт, по выбору гражданина. В последующем, вот он служит первый контракт, когда у него контракт уже первый заканчивается, он имеет право заключить контракт либо на 3 года, либо на 5 лет, либо на 10 лет, и также продолжает служить. Еще хотелось бы отметить про военную ипотеку. При заключении нового контракта военнослужащий имеет право стать участником военно-накопительной ипотечной системы. Первый контракт он служил 3 года, либо 2 года. При подписании нового контракта он установлен порядком, подает рапорт на имя командира, где он изъявляет желание стать участником накопительной ипотечной системы. Также он продолжает служить, вот этот второй контракт, на протяжении 3 лет у него на индивидуальном счете накапливаются денежные средства. После 3 лет заключения нового контракта, получается уже 5 лет он служит, ему приходит сертификат, по которому он может приобрести либо вторичное жилье, либо в новостройках, домах, либо дом себе построить. Он также продолжает служить, за него государство выплачивает денежные средства, которые, как у нас обычные граждане, платят своих зарплат, получают 25 тысяч, 20 тысяч отдают, на 5 тысяч живут. Здесь же военнослужащий по контракту дальше продолжает военную службу, получает свое денежное довольствие, за него Министерство обороны гасит эту ипотеку, он ничего из своего денежного довольствия не отдает и должен отслужить минимум 20 лет календарей. Либо же 10 календарей отслужить и уволиться по состоянию здоровья, либо по штатным структурам. В этих случаях квартира остается его. Скажите, а женщины могут заключить такой контракт? Да, могут. Очень много женщин тоже обращаются к нам. Есть определенные воинские должности, которые подлежат замещению женщин. Их не очень много, но девушки к нам приходят, и мы им находим место, и они также убывают к своему новому месту службы и проходят военную службу по контракту. Ну, такие замечательные условия службы по контракту, я думаю, мало кто откажется. Но поток людей, которые хотели бы поступить на эту службу, большой. А насколько государство на сегодняшний день нуждается в контрактниках? Государство нуждается в контрактниках. Есть программа специальная по увеличению ежегодной численности военнослужащим по контракту. И сейчас, на данный момент, есть свободные воинские должности, вакантные воинские должности. И, в принципе, вопроса не стоит. То, что, например, гражданин обратился к нам на пункт отбора, мы не смогли ему подобрать должность. Каждому подбираем должность и каждого устраиваем, у кого есть желание на военную службу по контракту. Ну, в скором времени, 23 февраля, мы будем поздравлять всех мужчин, всех защитников Отечества с их, так сказать, профессиональным праздником. Это на 100% ваш праздник. Вот в связи с этим, может быть, какие-то у вас будут празднования проводиться или акции в нашем городе? Да, мы всех приглашаем жителей города Рязани, а также гостей города Рязани и Рязанской области на 22 февраля на Площадь Победы. У нас там будет проходить акция «Военслужба по контракту. Твой выбор», где также любой гражданин может прийти к нам, задать интересующие вопросы, также подать заявление, прямо там же будет развернут мобильный пункт отбора, где будут работать наши инструктора. И мы попробуем подобрать ему место прямо там, в этот день. А в какое время будет эта акция проходить? Акция будет проходить с 10 утра до 15 часов дня. Всех ждем 22 февраля на Площадь Победы. Ну что ж, Константин, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Мы так немножко заранее поздравим вас с наступающим праздником и всех военнослужащих. Спасибо вам за приглашение. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»